Миссионерская команда Уже около пяти лет, как мы работаем среди славян здесь, в этой стране. Все начиналось, конечно, с маленького. Первая евангелизация, потом первое водное крещение. И с Божьей помощью здесь зародилась первая славянская церковь на Кубе. На протяжении этих лет здесь уже было несколько водных крещений. И в разных городах Кубы зародились славянские христианские общины. Теперь наша задача заключается в том, чтобы эти новообращенные люди росли духовно. Для этого в прошлом году здесь была организована впервые в истории Кубы конференция для славян. И мы, увидев жажду этих людей, убедились в том, что это стоит продолжать. И вот сегодня мы с вами находимся на второй ежегодной конференции для русскоговорящих на Кубе. И здесь съехались люди из разных провинций Кубы, из разных городов, из разных церквей для того, чтобы питаться духовно. Так как у многих из них нет возможности слушать разнообразие проповедников. В основном здесь одни женщины. У них нет возможности питаться духовно по интернету. У них нет таких конференций, как у нас. И поэтому они очень ценят такими моментами. И приезжают сюда с большим удовольствием. И это нас радует. Радует еще и то, что на этот год на конференцию приехало даже еще больше славян, которые жаждут слушать Слово Божие. Конференция меня потрясла под впечатлением тематики семинаров. Тема была избрана актуальной, необходимой в данный момент. Прощение, которое нам было объяснено словами Библии, словами Господа, дошло до наших сердец. Кончилась первая лекция. Просили прощения друг у друга плача, потому что Бог нас так тронул, что это нужно для того, чтобы мы, если мы любим друг друга, мы должны это делать, чтобы мы могли возрастать. Дух Святой тронул меня, у меня были слезы. А потом очень сильно думала про себя, думала, вникала в себя, поняла я, что в нас самих находится много всего, чего мы не должны иметь и над чем нам еще работать предстоит. Каждый раз, когда мы слышим эти проповеди, обогащаемся духовно. Мы растем все больше в Боге. Конференции нам дают очень много зданий. Мы приближаемся к Богу. Сегодня это первый день конференции, где у многих была возможность слушать семинары и питаться духовно, а также была возможность наслаждаться пением, общением и вместе радоваться в Боге, как братья и сестры. Один из методов нашего служения было также душепопечительство, где у каждого присутствующего на этой конференции была возможность записаться на консультирование к служителю, где они могли вместе побеседовать, помолиться за них и послужить для них духовной поддержкой в их нуждах. Субтитры сделал DimaTorzok На протяжении конференции, во время семинаров, Слово Божье касалось людей. И многие выходили вперед для молитвы, для покаяния, где Бог производил свою работу в сердцах людей. Это было видно на их лице, это проявлялось через слезы, через благодарности и свидетельства, отзывы местных, которые посетили эту конференцию. То, что я здесь вижу, мне все это очень нравится. Мне нравится окружающая меня любовь, теплота. Мне нравится, как меня восприняли, можно сказать, по-родственному, как семью приняли. Я вообще никогда в церковь не хожу. Никогда. Это первый раз. Ну, была большая встреча с нашими соотечественниками, со всеми, которые здесь живут. Ну, поняла, что такое. Надо в церковь ходить и надо верить Богу. Большое спасибо за то, что вы приехали, потому что нам нужна ваша помощь, потому что у нас здесь на Кубе есть люди, которые пропадают, пропали от жизни, пропали от Бога. Нужна ваша помощь, чтобы этих людей вернуть, вернуть к жизни, вернуть к Богу, чтобы они вышли на путь. Мы все христиане, одна семья, и мы очень нужны друг другу.